В актовом зале администрации состоялось совместное заседание постоянных комиссий и собрание депутатов Амурского района. Было принято несколько важных решений, а также с отчетом о результатах деятельности за 2017 год выступил глава района Иван Васильевич Масько. На заседании были приняты решения о работе представительных органов по подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздник 73-й годовщины Победы, это является одним из самых знаменательных праздников, знаменитых праздников. И хоть мы уже, я говорю, после Победы прошел очень большой срок, но все равно сегодня мы должны четко понимать, что то, что свершили наши люди, то, что свершило наше государство, оно действительно заслуживает самого глубочайшего уважения. И я сегодня попрошу всех депутатов принять самое активное участие в подготовке и проведении данного праздника. В настоящее время, вот сейчас уже мы подготовили поздравительные открытки, будем, конечно, принимать участие в поздравлении ветеранов на дому, но это в обязательном порядке. Ну и у нас такая задача, принять участие в общем шествии, в общей демонстрации, посвященном Дню Победы. Также было принято решение о приеме скважины в село Болонь из муниципальной собственности Болоньского сельского поселения Хабаровского края в муниципальную собственность Амурского муниципального района Хабаровского края. В ходе наводнения, как мы знаем, был построен целый жилой квартал в селе Болонь по итогам, и в том числе была оборудована скважина, которая официально не была введена в эксплуатацию и фактически являлась безхозяйной. В администрации района совместно с Болоньским поселением была проведена работа по оформлению этого объекта как безхозяйного, и по итогам первоначально скважина была принята собственность Болоньского сельского поселения, и теперь подлежит передаче собственности Амурского муниципального района, исходя из полномочий по водоснабжению населения соответствующего сельского поселения. Поэтому мы предлагаем принять данное решение о принятии муниципальной собственности Амурского муниципального района указанного объекта. На заседании обсудили вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном дорожном фонде Амурского муниципального района. В целях более детального распределения, более эффективного распределения средств дорожного фонда, мы вносим изменения в положение о муниципальном дорожном фонде Амурского муниципального района. Внесенные изменения позволят проводить финансирование дорожного фонда и муниципальной программы на межпоселенческих автомобильных дорогах, исходя из бюджетных возможностей. То есть конкретно мы говорим, на что деньги поставили и после уже смотрим, на что они потрачены. С отчетом о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных главе муниципального района органов местного самоуправления в 2017 году выступил глава Амурского муниципального района Масько Иван Васильевич. Социально-экономическая ситуация в Амурском районе по итогам 2017 года характеризуется сохранением позитивной тенденции по основным показателям экономики и социальной сферы. А ворот крупных и средних организаций района по всем видам экономической деятельности увеличился на 44,4% и составил 21,7 млрд рублей. Также Иван Васильевич отметил, что общий объем инвестиций увеличился в 2,5 раза и составил 3,4 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата работников организации увеличилась на 18% и составила 45 861 рубль. Уровень безработицы на конец года составил 1,6% от числа экономически активного населения. В прошедшем году ухудшилось значение только по одному показателю из 22 целевых показателей социально-экономического развития района. Это природки среднегодовой численности постоянного населения. По предварительным данным органов государственной статистики численность постоянного населения Амурского района по состоянию на 1 января 2018 года составила 59 336 человек. Естественное уголь населения составило 310 человек. Иммиграционный уголь – 783 человек. Общий уголь населения района в 2017 году составила 1093 человека. По предварительной оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году уменьшилась на 2 тысяч человек и составила 59 900 человек. В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность администрации была направлена на обеспечение бесперебойного функционирования всех систем муниципального коммунального хозяйства и повышение качества оказания услуг населению. На подготовку к отопительному сезону в 2017 году было привлечено 144 миллиона рублей, в том числе из районного бюджета более 12 миллионов рублей. Начиная с 2015 года администрация района и поселения ведется работа по передаче коммунальных объектов в концессию. На сегодняшний день действует 12 концессионных соглашений. В 2018 году администрация района планирует передать в концессию объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сел Омень и села Балу. В рамках реализации трех муниципальных программ по поддержке предпринимательства администрациями района города Армутска и Эльбакского поселения была оказана следующая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. Консультационная 120 субъектам, финансовая 8 субъектам на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Также проведены специальные муниципальные торги и запросы котировок для судей под малого предпринимательства и доля муниципальных закупок, осуществленных у малого бизнеса, составила 64% от совокупного годового объема закупок. Политика администрации в сфере земельных отношений также направлена на привлечение инвестиций в экономику района. Приоритетной задачей в области земельных правоотношений в 2017 году являлось предоставление земельных участков в безвозмездное пользование гражданам по программе «Дальневосточный гектар». По состоянию на начало 2018 года в Амутском районе уполномоченными органами заключено и срегистрировано 517 договоров. Другой приоритетной задачей для администрации района является обеспечение многодетных семей Амутского района земельными участками. За период с 2012 по 2018 год гражданам было подано 422 заявления на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. На сегодня всего предоставлено 384 земельных участков. В социальной сфере удалось достигнуть следующих результатов. Дошкольные учреждения в 2017 году посещали 3227 детей, что на 16 детей больше, чем в 2016 году. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 100%. В 2017 году учреждениями общего образования была предоставлена муниципальная слуга по общедоступному и бесплатному общему образованию 6543 учащимся. По итогам учебного года 26 выпускников получили медали за особые успехи в учении. В каникулярное время в лагерях отдохнуло около 2,5 тысяч детей, в том числе из малоимущих семей 770 детей. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, возросла и составила 36,9%. Сдали нормы ГТО 718 человек. На текущий 2018 год определены основные каритеты направления развития района, таких как благоустойство дворов, зону отдыха, ремонт уличной дорожной сети, развитие образования массового спорта и ремонта объекта социальной инфраструктуры, совершенствования муниципального управления. С целью развития экономики мы будем и дальше совершенствовать систему отношений с бизнесом через конструктивные и взаимовыгодные отношения. Надеюсь, и в дальнейшем наши совместные усилия будут направлены на поиск эффективных решений по социально-экономическому развитию района и поселения и обеспечения комфортного проживания в нем граждан Амурского района. Спасибо за внимание.